128 миллионов рублей невыплаченных элементов вернули мамам, воспитывающим детей без отцов, приставы Чувашии с начала этого года. На должников завели 550 уголовных дел. Об этом рассказал главный пристав Чувашии Анвар Закиров на пресс-конференции с ведущими средствами массовой информации города и республики. Дел, перешедших в категорию принудительного исполнения, в этом году стало больше почти на 10%. Штрафы ГИБДД, неуплата за ЖКХ. С должниками, которых суд обязал все выплатить, приставы работают по четкой схеме в начале предупреждения и срок на добровольную оплату, затем административная ответственность. Следующий шаг, как правило, возбуждение уголовного дела. Так поступили с 550 должниками по алиментам. К остальным применили ограничительные меры. Порядка 2000 должникам запретили временно до покошения долгов управлять транспортом. 5000 закрыли выезд за границу. Однако не все меры управления запретительные. Есть и предупредительные. В каждом районе теперь проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями центров труда и занятости. Мы пытаемся дойти до каждого должника, который не начал официально, не трудоустроился и не начал выплату алиментов именно с официальной зарплатой, совместно с сотрудниками СЗН для того, чтобы постараться как-то уже убедить, да, там, где человек убежден, соответственно, помочь ему либо трудоустроиться, либо как-то переучить его. Крайняя мера – реализация имущества должника. Причем ее применяют как к физическим, так и юридическим лицам. К примеру, предприятие злостно не выплачивает зарплату сотрудникам. Дела, связанные с такими производствами, ведет отдельная рабочая группа. Если мы такого должника найти не можем, да, по взысканию зарплаты, мы начинаем опрашивать взыскателей, выяснять, кем работали, когда работали, где работали, какое имущество было в организации, да, какую должность человек занимал, какую зарплату получал, какие были отношения с контрагентами. То есть стараемся максимально вникнуть в каждую историю по невыплате зарплаты. Итогом работы Управления судебных приставов с начала года стало более 4 миллиардов рублей взысканных с должников. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.